Всем привет, с вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать китайскую солнечную панель от известной компании Докия. Данная солнечная панель на 100 ватт, к ней прилагается контроллер и все необходимые шнуры. Данное видео продолжение от серии роликов «Путешествуем с ноутбуком». Ссылку на серию роликов я оставлю в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Особая благодарность вашим лайкам и репостам. Компания Докия выпускает солнечные панели на мощность 80, 100, 150, 200 и 300 ватт. Я замерил потребление своего ноутбука, он около 30 ватт. Так как будут потери мощности, ввиду того, что будет преобразователь напряжения 12-220 вольт и контроллер, то лучше брать солнечную панель с большим запасом. Я взял солнечную панель на 100 ватт и думаю, что она будет питать ноутбук даже тогда, когда будет небольшая облачность. Вот так выглядит панель в сложенном виде. Как видите, она довольно узкая, где-то сантиметра полтора толщиной. На ней есть ручки, за которые можно эту панель переносить. Но лямок, с которыми можно оттаскать данную панель на плече, не предусмотрено. В данном кармане находится контроллер и необходимые шнуры. В комплект солнечной панели входит такой контроллер. Инструкция к нему, она на английском языке. Данный шнур используется для подключения солнечной панели. Данный шнур для подключения контроллера к аккумулятору. Это выходной шнур с комплектом переходников и также предусмотрен такой маленький шнурок, к которому мы можем подключить свою систему электроснабжения на 12 вольт. Хотя данная солнечная панель является переносной, но на дальние расстояния ее таскать не всегда удобно. Если вам не нужно заряжать ноутбук, а нужно только подзарядить телефон, то вам достаточно иметь солнечную панель мощностью поменьше. Вот пример солнечной панели, которой можно заряжать только телефон. Ее мощность 21 ватт. Реальный ток, который выдает данная солнечная панель около 1 ампера. Я это покажу чуть позже. На зарядку телефона уйдет порядка 2-3 часов. Так выглядит данная солнечная панель в разложенном виде. Тут находятся два разъема USB. Как видите светодиод горит красным, это означает, что напряжение в батарее есть. В комплект данной панели входит шнур microUSB. Если у вас в телефоне разъем Type-C, то нужно использовать свой шнур и входит два таких карабина. Такую солнечную панель удобно брать в дальние походы в горы. Положил в рюкзак и она там не занимает много места. На привалах можно подзаряжать свой телефон. Ссылку, где я заказывал данную панель, я оставил в описании. Чтоб напряжение на выходе контроллера было постоянно, а не только тогда, когда есть солнце, то нужно подключать аккумулятор. Когда яркое солнце, то солнечная панель заряжает как аккумулятор, так и дает ток в нагрузку. Когда солнца нет, то питание нагрузки идет с аккумулятора. Для солнечной панели рекомендуется использовать специальные аккумуляторы. Я буду использовать гелевый аккумулятор. Он не боится большого разряда и хорошо относится к режиму заряд-разряд. Так как напряжение на солнечной панели постоянно плавает, то аккумулятор заряжается в таком режиме. Также гелевые аккумуляторы хорошо заряжаются даже при малых токах. Данный аккумулятор тяговый. В автомобилях же используются пусковые аккумуляторы, которые работают в таком режиме. Большой ток для пуска стартера, а потом долгое время данный аккумулятор заряжается. Если он работает со солнечными батареями, на практике его ресурсов хватает на 2-3 года. Гелевые же аккумуляторы могут работать 5-10 лет. Данный аккумулятор я заказывал в компании Технолайн. Ссылку на сайт, где я заказывал, я оставлю в описании. В одном из следующих видео я покажу солнечную батарею, которую мне посоветовали ребята с компанией Технолайн. Она комплектуется своим контролером и используется в профессиональных решениях. Подписывайтесь на канал, чтобы это видео не пропустить. Давайте подключим данную солнечную панель. Я ее установил на подставку, которую разработал сам. Так она выглядит. Чуть позже я сделаю ролик о данной подставке. В сложенном виде она умещается в чехол от удочки. Вот я подключил панель. Вот тут находится отверстие, куда можно пропустить провод за панель. Обходим. И вот наша система. Как видите лампочки горят. Это две лампочки по 20 ватт от автомобиля. Система выдает 40 ватт как минимум. Это достаточно для питания моего ноутбука. Как конкретно будет работать с ноутбуком, это я покажу в следующих видео. Обращаю внимание, что аккумулятор нужно использовать. Вот при ярком солнце, если я отключаю аккумулятор. Вот видите, сразу поднимается напряжение и лампочки начинают мигать. То есть зарядка аккумулятора работает как стабилизатор. Давайте посмотрим, как подключен контроллер. К данному разъему подключена солнечная панель. Вот идет провод на панель. К этому разъему подключен аккумулятор. Рекомендуется в разрыв питания аккумулятора ставить предохранитель. Сюда подойдут предохранители, которые используются для монтажа электропроводки в автомобилях. И в последний разъем у нас подключена нагрузка. Я использую сейчас такие разъемы. И подключены две автомобильные лампы. 20 ватт и 12 вольт. А также в торце контроллера находятся два разъема USB. Они оба мне пригодятся. Один разъем для зарядки телефона, а второй для питания усилителя мобильного интернета, который я рассматривал в прежних роликах. Ссылку найдете в описании. Давайте посмотрим, что показывает нам контроллер. Слева вверху показывает солнышко. Это показывает, что система работает от солнечных батарей. Посередине аккумулятор и показывает степень его зарядки. Как видите, он заряжен где-то на две третьих и продолжает заряжаться. Слева стрелка от аккумулятора. То, что идет ток в солнечные панели. Справа стрелка показывает, что подключена нагрузка. Снизу цифровое значение. PV показывает, что это напряжение идет в солнечные панели. Если БАТ, это напряжение от аккумулятора. А если ЛУАТ, это напряжение на выходе контроллера. И слева показывает V, это напряжение. А ток. Также может показывать температуру. И также тут настраиваются таймеры. И тогда показывается длительность в часах. Управляется данный контроллер двумя кнопками. Данной кнопкой можно включить и выключить нагрузку. То, что отключена, включена нагрузка отображается здесь. А данной кнопкой по кольцу можно листать меню. Если удерживать более трех секунд, то мы входим под меню. Там тоже свои значения. Данный контроллер имеет довольно много настроек. Можно настраивать два таймера. Также настраивается защита контроллера. Уровень напряжения аккумулятора, при которой нагрузка отключается. Если все эти настройки рассматривать, то этому нужно посвятить целый ролик. Если вам такой ролик нужен, то пишите в комментариях. Обращаю внимание, что контроллер должен находиться в тени. Задняя стенка микроконтроллера сильно греется. Поэтому нужно создать условия для его охлаждения. Не стоит разбирать контроллер. Разве только сменить термопасту на греющихся элементах электросхемы. Аккумулятор, также следует ставить тень, чтобы он не перегревался. И в результате вся моя система находится в тени солнечной батареи. Пока я записываю ролик, у меня аккумулятор до конца зарядился. И напряжение солнечной батареи идет напрямую на нагрузку. Но за счет подключенной аккумуляторной батареи у меня происходит стабилизация нагрузки. И как видите, лампочки не мигают. Когда же аккумулятор был разряжен, солнечная батарея давала энергию как для заряда аккумулятора, так и для моей нагрузки. Совместный ток на батарею и на нагрузку был порядка 5 ампер. И в нагрузке мощность была порядка 60 ватт. Сейчас же аккумулятор отключился и вся энергия солнечной панели уходит в нагрузку. Так как этот контроллер ШИМ, то излишняя энергия просто отсекается. Данный контроллер энергию солнечной панели использует неэффективно. Для более эффективного использования энергии солнечной панели используются контроллеры MP5. Данный контроллер не порекомендовал сотрудник компании Технолайн. Об нем я буду тоже рассказывать в следующем ролике. Этот контроллер можно использовать из данной батареи, но подключать будет сложней, так как нет приготовленных проводов для этого. Все будет подключаться на разъемах. Когда же энергии солнечной батареи будет не хватать для питания нагрузки, контроллер нагрузку подключит напрямую к аккумулятору и мы можем по-прежнему ей пользоваться. Вот я сымитировал ситуацию, когда солнца нет. Точнее я отключил солнечную батарею. Как видите на контроллере показывается, что тока от батареи нет. Но тем не менее лампочки у нас горят тем же накалом, то есть у нас питание лампочек идет напрямую от аккумулятора. У меня в качестве нагрузки будет ноутбук и возможно освещение. Сейчас у меня подключены две лампочки общей мощностью 40 ватт, но чтобы подключить ноутбук нужен мне преобразователь 12-220 вольт. А к нему уже подключается блок питания от ноутбука. Я в прошлых роликах говорил, что буду пробовать подключать ноутбук от преобразователя 12-18 вольт, но этот преобразователь не прошел испытания, поэтому я его не рекомендую. А буду использовать вот такой преобразователь. Выход данного контроллера 10 ампер, то есть выходная мощность его 10 ампер умноженная на 12 вольт 120 ватт. Данный же преобразователь на 300 ватт. Если нам через него нужно подключить нагрузку более 120 ватт, то ее нужно подключать не через контроллер, а напрямую к аккумулятору. Нужно учитывать, что при большой нагрузке аккумулятор будет быстро разряжаться и процесс этой разрядки нужно контролировать вручную. Давайте протестируем USB выход данного контроллера. Вот я подключил через тестер нагрузки USB. Сейчас подключил щадящую нагрузку. Короче, не знаю как вам видно. 4,3 вольта, 0,85 ампер. Мы можем подключить более мощную нагрузку. И у нас показывает 3,8 вольт и 1,48 ампер. То есть полтора ампера как минимум этот контроллер выдает. Давайте посмотрим сколько на выходе USB дает панель на 21 ватт. Вот я ее подключил. Вот идет шнур. И вот наша нагрузка. В щадящем режиме она дает 4,57 вольт. 900 миллиампер или 0,9 ампер нагрузку. Если я подключаю более мощную нагрузку 1,5 ампера, то напряжение просаживается. Как видим светодиод красный горит, но вольтметр выключается. А это происходит если напряжение на вольтметре значительно ниже 4 вольт. При таком токе напряжение солнечной панели сильно просаживается. И рекомендуется ее использовать для токов порядка 1 ампера. Тема получения солнечной энергии довольно обширна. И я планирую записывать еще ролики по данной теме. Подписывайтесь на канал, чтоб их не пропустить. Если у вас остались вопросы по данным панелям, то пишите их в комментариях. Буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом эксплуатации солнечных панелей. Поделитесь видео с теми, для кого тема укрощения солнечной энергии актуальна. Подпишитесь на канал, ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.